Христос воскресе! Братья и сестры, дорогие телезрители, в пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя церковь, останавливается у запертых ее дверей, и наступает одна последняя минута молчания перед вот этим взрывом пасхальной радости, «В моем сердце всякий раз, сознательно или бессознательно, возникает тот же вопрос, который был согласно евангельскому рассказу в сердце женщин, пришедших рано утром, едва воссиявшу солнцу, ко гробу Христа». Вопрос этот, кто отвалит нам камень от гроба? Совершится ли еще раз это чудо? Станет ли еще раз ночь светлее, чем день? Наполнит ли нас еще раз это ничем необъяснимое, ничего в мире, не зависящая радость, которая всю ночь и еще столько дней будет звучать в этом обмене пасхальным приветствием? «Христос воскресе! Воистину воскресе!» И вот минута эта всегда приходит. Пришла она и в эту пасхальную ночь. Двери открываются, и мы входим в залитый светом храм. Мы вступаем в ликующую пасхальную за утреннюю. Но где-то в душе вопрос остается. Что все это значит? Что значит праздновать Пасху в этом мире, наполненным страданием, ненавистью, мелочностью, воинами? Что значит петь «Смертью смерть поправ» и слушать о том, что мертвый не един во гробе? Слушать все это, слышать все это, когда смерть остается все еще, несмотря на всю жизненную суету, единственной, абсолютной земной достоверностью. Неужели же Пасха – это светлая ночь, это ликование, только минутный уход от реальности, возможности некоего духовного опьянения, после которого рано или поздно, но наступают те же будни, та же серая действительность, тот же счет неумолимо пробегающих мимо дней, месяцев, лет, та же гонка к смерти и к небытию. Ведь нам давно уже твердили, да и сегодня некоторые пытаются твердить, что религия – это самообман. Как твердили прежде, это опиум, это выдумка, помогающая человеку в его трудной судьбе, это мираж, который все время рассеивается. И не более ли мужественно, не более ли достойно человека от миража этого отказаться и лицом к лицу встретиться с простой и трезвой действительностью. Что ответить на все это? Пожалуй, первый приблизительный ответ мог бы быть таким. Не может быть, чтобы все это было просто выдумкой. Не может быть, чтобы столько веры, столько радости, столько света, вот уже более двух тысяч лет, было бы только бегством, миражом. Может ли мираж длиться веками? Ответ – это, конечно, веский, но еще не окончательный. И надо прямо сказать, что окончательного, общеобязательного ответа, такого ответа, который можно было бы напечатать в виде научного объяснения пасхальной веры, – такого ответа нет. Каждый здесь может свидетельствовать только о своем собственном и живом опыте и говорить за себя. И вот в живом и личном опыте, когда всматриваешься, когда вдумываешься в него, вдруг находишь то, на чем все остальное зиждется, что вдруг все освещает таким ослепительным светом, в котором действительно, как воск от лица огня, тают сомнения и вопросы. Что же это за опыт? Вы знаете, я не могу его иначе описать и определить, как опыт живого Христа. не потому я верю во Христа, что раз в году из самых ранних лет мне было дано участвовать в пасхальном торжестве, а потому, возможно, Пасха, потому наполняется светом и радостью эта удивительная ночь, потому такой победной силой звучит это приветствие Христос воскресе и ответ воистину воскресе, что сама вера моя родилась вот из этого опыта живого Христа. Многие могут спросить, как и когда она родилась? Не знаю, не помню. Знаю только, что всякий раз, когда я открываю Евангелие и читаю о нем, читаю его слова, его учения, я всем своим существом, не только мыслью, от всего сердца, от всего своего естества, говорю то, что сказали посланные фарисеями, чтобы арестовать Христа и вернувшиеся, не арестовав его. Они сказали, никогда не говорил человек так, как этот говорит. Таким образом, первое, что я знаю, это то, что учение Христа живо и нет ничего в мире, что можно было бы сравнить с ним, но учение это о нем, о жизни вечной, о победе над смертью, о любви, побеждающей и преодолевающей смерть. И я знаю даже, что в жизни, в которой все кажется таким трудным и будничным, единственное, что никогда не изменяет, никогда не оставляет, это внутреннее сознание, что Христос со мной. Помните эти удивительные евангельские слова? Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И вот приходит и дает чувствовать себя в молитве, в этом трепете души, в непонятной, но такой живой радости и таинственном, но опять-таки, таком несомненном присутствии его в храме во время богослужения, в таинствах. Все время растет этот живой опыт, это знание, это очевидность. Христос тут. Исполнились его слова. Кто любит меня, с тем я прибуду. И мы придем, придем к нему, и обитель у него сотворим. И в радости, и в печали, и в толпе, и в одиночестве, это несомненность его присутствия, это сила его слова, это радость от веры в него. Вот вы знаете, может это очень субъективно, но вот единственный мой ответ и единственное мое доказательство, которому я хочу прибавить евангельские слова, что ищите живого с мертвыми, что плачете нетленно гаватли. И потому все христианство есть не что иное, как новое и новое переживание веры, ее воплощение в чинопоследованиях, в словах, в звуках, в красках. И неверующему в Бога человеку она действительно может показаться миражом. Не удивляюсь этому. Он слышит только слова. Он видит только непонятные церемонии и объясняет это все извне. Но для верующего сердца, для верующих в Бога людей все светится изнутри, не как доказательство его веры, а как ее результат. Вот поэтому реально, жива, современно нам и Великая Пятница, и ее тьма, и печаль. Поэтому можем мы плакать у креста и переживать все то, что совершилось тогда, в день, торжества зла, измены, трусости и предательства. Поэтому можем мы созерцать с трепетом и надеждой живоносный гроб в Великую Субботу. Поэтому можем мы каждый год праздновать Пасху. Потому что Пасха это не воспоминание о событии прошлого. это реальная встреча в радости и счастье с тем, в ком наше сердце давно узнало и встретило жизнь и свет ярче всякого света. И вот Пасхальная ночь, которую мы с вами пережили, это свидетельство о том, что Христос жив и с нами. И мы живы с Ним. И вся она призыв увидеть в мире и жизни зарю таинственного дня Царства Света. Днесь весна благоухает, поет церковь, и новая тварь ликует, продолжает она далее. Да, она ликует в вере, в любви и в надежде. Воскресенье день и просветимся торжеством, и друг друга обымем и рцем братья, и ненавидящим нас простим вся воскресенье и така возопиним. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok